Севастополь Во время протокольной встречи Юкито Хатаяма заявил, будет инициировать отмену санкции со стороны Японии. Политик отметил, от двустороннего сотрудничества выиграет и его страна, и Севастополь. В Японии действительно есть интересные технологии в части водообеспечения, как питьевой воды, так и канализационной. Есть технологии по опреснению морской воды, также есть выдающиеся технологии в области энергопередачи. В свою очередь губернатор города Сергей Миняйло отметил, это только первые шаги к налаживанию взаимоотношений между Японской стороной и Севастополем. Сегодня это продолжение тех разговариваний, каких-либо конкретных договоренностей о конкретных вкладах пока сегодня нет. Вы слышали, что в Золоскану, что есть санкции, да, и есть проблемы. Но тем не менее, мы открыты к конструктивному разговору, к диалогу, в том числе, и к переходу к определенным проектам. Также в рамках визита делегация из Японии посетит заповедник Херсонес-Таврический. Дмитрий Слезовский, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Закон об общественной палате города и получении социального жилья. На сессии законодательного собрания депутаты внесли коррективы в законодательное поле Севастополя. Подробности у Натальи Двойцыной. Приняли депутаты пока только в первом чтении закон о порядке введения учета граждан, нуждающихся в жилой площади. Речь идет только о тех, у кого доход ниже величины прожиточного минимума. На учет может встать тот, кто будет признан малоимущим. Это не значит, что сразу после принятия закона начнут выдавать квартиры. Речь идет о формировании порядка учета нуждающихся. Очень важный момент, на который хотелось бы обратить внимание. Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в расширении жилья до 21 марта 2014 года, сохраняют свои права и очереди все сохраняются, они будут приняты на учет. Прошел первое чтение и законопроект об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Севастополе. Предполагается, что уполномоченный организует работу по внесудебному восстановлению нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательства, совершенствует системы законодательства субъектов предпринимательства. Определены его полномочия и функции данного законопроекта. Срок полномочий 5 лет. Назначает на должность губернатор, предварительно согласовав кандидатуру с уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. Учитывают мнение и бизнес-сообщества города. Представлять претендентов на кресло могут и парламентарии. Появится в скором времени в Севастополе и уполномоченный по правам ребенка. Этому законопроекту тоже зеленый свет. Во втором чтении народными избранниками рассматривался закон об общественной палате. Вопрос обсуждается уже не первый месяц. И на этот раз вызвал споры. Авторы так называемых поправок ждали 3 месяца для того, чтобы непосредственно перед принятием закона внести под видом поправок альтернативный закон. Возможно для того, чтобы сорвать принятие закона в самый последний момент. Авторами поправок внесена поправка об отказе от необходимого срока проживания в городе Севастополь для членов общественной палаты. При этом авторы поправок ссылаются на нарушение статьи 19 Конституции Российской Федерации. Поступили поправки. От правительства поступили, мы их рассмотрели. От депутатов, которые критиковали закон, почему-то не поступили. Жизнь покажет, рабочая это будет общественная палата или не рабочая. Единственная у меня просьба была и будет. Не надо превращаться к надатное собрание в какой-то закрытый клуб. По той причине, что, как я пояснял уже и при первом чтении, на заседании комиссии и комитетов по рассмотрению данного законопроекта представители правительства не приглашались. На заседание фракции не приглашались. Хотелось бы сказать, что в прошлом созыве, с которым мне пришлось работать 5 лет, у нас таких проблем не было. И представители правительства меня, в частности, приглашали на все заседания депутатов. Абсолютно на все. То есть не был прошлый созыв закрытым, настолько, насколько сейчас является законодательным собранием. Последней из поправок, предложенной правительством в общественной палате, предполагалось создать три блока, а не два. Один бы представлял исполнительную власть, второй – законодательное собрание, а тот самый третий – общественность. То есть, чтобы не было, опять же, разделение 50 на 50, чтобы какая-то третья сила присутствовала. Там при принятии решений. Это одна принципиальная поправка. И по поводу 5 лет, 5-летнего проживания в городе, что противоречит Конституции. Ну и опять же, можем сказать так, севастополец, который некоторое время не жил в городе, здесь постоянно возвратился, коренной севастополец, который, может, все детство и полжизни провел здесь, но выехал, приехал. Он уже не может быть членом общественной палаты, тем более антиконституционно. Поэтому, ну, прошу проголосовать. В итоге поправки депутаты не приняли. В целом, за закон проголосовали большинством. Правда, все это без учета мнения общественности, ведь еще на подготовительном этапе до первого рассмотрения документ должен был пройти нулевые чтения. Наравне с другими темами в поле зрения парламентариев не вошли и самые обсуждаемые вопросы города. Среди них поправки к бюджету 2015 года. Снижение зарплаты законопроект госслужащим высшим должностям до сих пор не принят. Вот здесь присутствует пресса, которая у нас два канала, они получают два месяца зарплату, сегодня не вынесен, хотя бы внесен был законопроект, чтобы они получали зарплату. Не хотелось бы, чтобы данная площадка превращалась в арену баталии между законодательным собранием и правительством. Наталья Двутина, Виталий Козловский, информационный канал Севастополя. С января 2015 севастопольцам начали автоматически присваивать идентификационные номера по данным Федеральной миграционной службы. ИНН уже получили более 166 тысяч человек. Однако, согласно действующему законодательству, приобретать идентификационный код вовсе не обязательно. Он необходим севастопольцам, имеющим доходы, с которых нужно платить налоги. В бумажном виде по почте порядка 60 тысяч горожан уже получили уведомление о постановке физлица на налоговый учет с указанием его ННН. Это сделано для удобства наших граждан. Но если есть необходимость, то можно обратиться в районные инспекции по месту жительства, написать заявление и через 5 рабочих дней получить свидетельство о присвоении ННН на бланке строгой отчетности. Получить сведения о своем налоговом номере можно при помощи электронного сервиса «Узнай свой ИНН» на официальном сайте Федеральной налоговой службы России. Все в «Электроавтотранс» ждут перемены. Первые изменения появились уже в начале 2015-го. Сотрудникам выплатили задолженность по зарплате, в ближайших планах появление новых маршрутов и в целом выход предприятий из кризиса. Самые актуальные и волнующие вопросы с троллейбушниками обсудил директор департамента городского хозяйства Олег Козурин. Подробности знает мой коллега Святослав Данилов. Как выводили экономику «Севэлектроавтотранс» из состояния застоя? Этот вопрос стал главной темой рабочего совещания. На 1 января 2015 года задолженность по заработной плате сотрудникам составляла 6 миллионов рублей. По состоянию на сегодня задолженность по зарплате за декабрь 2014 года погашена полностью. Зарплата за январь и за февраль 2015 года выплачена в полном объеме. Уровень средней заработной платы работников предприятия за это время вырос на 6,1% по сравнению с 2014 годом. Основная задача, которая стояла перед департаментом и правительством города Севастополя, по указанию губернатора, эти долги компенсировать, людям выплатить зарплату. Мы это выполнили. Люди довольны, вы видели, наверное, да. Задача практически исчерпана на сегодняшний день. Есть вторая задача, это старые долги КП «Севэлектротранс», те, которые были нерезидентами России. Мы ее в процессе сейчас решаем. Статистика обнадеживает, но проблемы все-таки остаются. Среди сотрудников не хватает молодежи. Особенно остро ощущается нехватка водителей, кондукторов. Троллейбусы города обеспечены контролерами лишь на 60%. И даже слесарей по ремонту подвижного состава. В общей сложности троллейбусному не хватает порядка 200 работников. Олегу Козурину доложили. Зачастую приходится сталкиваться с недобросовестными пассажирами, которые не оплачивают проезд из-за того, что деньги принимают сами водители. В подобных случаях приходится взывать к совести севастопольцев. Виктор Гончаров добавил, финансирование с бюджета обеспечено на 88% от необходимого уровня. По словам директора, это небывалые высокие показатели. Кроме того, в семействе троллейбусов ожидается пополнение. По программе некоммерческого лизинга 2015 года на предприятие поступят 111 троллейбусов. Уже сегодня российские производители троллейбусной техники активно посещают наши предприятия на предмет поставки новой техники заключен договор с Московским заводом транспортной системы по поставке на опытную эксплуатацию нового современного троллейбуса. С 1 марта 2015-го тариф на проезд был повышен с 5 до 7 рублей. Это, в свою очередь, позволило повысить средний дневной доход предприятия более чем на 30%. По словам начальника транспортного управления, первоначально стоял вопрос о том, повышать ли стоимость на все виды автотранспорта, либо только на троллейбус. Остановиться решили на втором варианте. Но с середины апреля тарифы будут повышены на весь транспорт. Правда, отмечает автор доклада, главное это люди, сотрудники. А обеспечение подобающего уровня заработных плат превыше всего. Альдер Гатаулин уже почти 20 лет работает в предприятии. Говорит, ситуация с финансированием резко изменилась в лучшую сторону. Сейчас, за такой короткий период времени, ощутили ком идеального, можно сказать, состояния души. Потому что такого еще работники не чувствовали. Потому что на протяжении 20 лет резиновая зарплата, она то сужается, то наоборот удлиняется. Была потеряна, самое главное, вера. Вера в то, что когда-нибудь вообще можно будет до конца что-то получить. Самая главная задача выполнена, считают руководители Севэлектроавтотранса. В ближайшее время в предприятии будут увеличивать количество транспорта со средней и повышенной вместимостью. А малую – снижать. Планируется появление новых маршрутов. В тестовом режиме уже работает троллейбус под номером 8. В Севастополе стартовала открытая лига юмора. Фестиваль объединил профессиональных КВНщиков из нашего города и других регионов России. Анастасия Синица продолжит тему. Жизнь – штука серьезная, но в ней всегда можно найти повод улыбнуться. С этим согласны и участники Севастопольской открытой лиги юмора. Этой шутливой организации еще не исполнилось и года, но она уже пользуется нешуточной популярностью среди молодежи. КВНщики рассказывают, именно юмор поможет объединить севастопольских членов клуба «Веселых и находчивых» с коллегами из других регионов страны. Лига юмора в Севастополе создана для того, чтобы объединить полуостров наш с большой-большой Россией, в которой очень много позитива, интересного. Команды из разных регионов будут делиться своим опытом. Мы, естественно, поделимся своим опытом. На первом этапе открытой лиги встретились более пяти команд, и каждой хотелось заявить о себе, проявить остроумие и найти оригинальный подход к заданиям. Зрители радовали веселыми миниатюрами, проявляли вокальные и танцевальные способности, импровизировали. Космонавт знакомится с девушкой. Пять, четыре, три, два, один. Петликами. Пять, четыре, три, два, один. Ну, пожалуйста. Не верю! Ну, пожалуйста! Но главнее всего – обыграть хитроумного соперника и выйти в сезон с достойным результатом, делятся участники. Репетировали каждый день, репетировали вплоть до сейчас на сцене. То есть все стараются, очень сильно стараются, очень волнуются и хотят показать мастер-класс. Вот так. А перспектива, я думаю, КВН-у жить в Севастополе. Кто окажется самым веселым и находчивым, покажет не только время, но и остроумие. По словам организаторов, летом в Севастополе планируют провести масштабный кубок юмора и запустить интерактивный проект совместно с КВНщиками из Краснодара. Анастасия Синица, Виталий Козловский, информационный канал Севастополя. Каковы главные новости к этому часу? Поделиться с нами важной информацией можно по телефону 55 41 22. А всегда свежие новости на нашем сайте xtv.ru. Будьте в курсе происходящего. С вами была Ирина Львова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok